Ребята, привет! С вами Игнат. Начинаем новый ролик. Я со своей теперь уже любимой компашкой краеведов, Света, Оля и Полина! Мы увидели остановку посреди крымских полей. Все остановились. Девчонки, я в один из роликов, помните, мы снимали тоже с такого камня, забыл ставить те кадры. Вчера только заметил. Здесь не расслаблен цветок, да, была какая-то абстракция вокруг. В общем, посреди крымского поля мы остановились посмотреть остановку, вот где мы едем. А вообще мы едем к реке Салгир посмотреть старинный мост. Будет у нас тоже двухдневная экспедиция, роликов с этой поездки будет достаточно, я думаю, ролика 4 точно будет. Много-много локаций, так что сразу же, кто не хочет пропустить, подписывайтесь на канал, лайкайте видео, коммент влепите. А еще, как и в прошлый раз, вы знаете, что сегодня жарко, а завтра будет самый жаркий день. Августа будет 34 градуса, несмотря на то, что завтра 29-е, по-моему. В общем, остановки, да, это наша любимая тема. Слушайте, девчонки. Остановка безымянная. Вообще безымянная. Автобус реалистичный. А как интересно, вот это отковыряли, кто-то молотком стоял, стоял долго? Нет, вот девочки говорят, что, наверное, при укладке. А, молочная называется. Запомнил очень. Не, а как отлетела? Отлетела? Все временем, вода не слезает. Короче, смотрите, она вообще вся была. Вон, посмотрите, она вся по крыше была. Да, видишь, тут тоже все было. И вон. Прямо дорога идет, а вторую рядышком. Ну вот, она старая, наверное, здесь, ребят. Мы приехали к нашей второй, ну, к первой локации. У нас получается остановка внеочередная локация к старинному мосту. А, мы сейчас к старинному мосту едем. Да, вот он даже видно. Ну, сейчас мы спустимся. Я даже не знала, что прям по нему проеду, а мы прям вниз пустимся или пешком. Запишешь сойдешь? Насколько он старинный? Ну, в 19-й век немцы тоже строили. Вот эти же, которые в ровном и на ниты. И вот они же и строили этот мост. Поэтому он так хорошо сохранился, потому что они строили, как говорится, от души. Поля вспаханные уже. Светка у нас красотка, все девушки у нас красотки. Поля вспаханные, девушки, красотки. Чего ты ведешь их, надо? Сейчас старинный мост нас еще больше удивит. Да, на самом деле, я думаю, непосвященные скажут, что? Зачем они сюда вообще приехали? Хорошее было решение, да? Построить рядом новый мост и этот уцелел. Ну, они, конечно, его укрепляли вон железом. Ну, давайте территорию посмотрим. Вот она река Салгирка. Сегодня мне девочки сказали, это самая длинная река в Крыму. 220 километров она. О, лягушка как прыганула. Ох, они грелись на солнышке. Вот она, Салгир. В переводе... Оль, в переводе с тюркского ты говорила, да, бегущая вода? В переводе с тюркского бегущая вода. Девочки, ну вот эти железные балки, это уже в Советском Союзе вставили. У него оригинального только опоры, хочу я вам сказать. В 19 веке железные балки еще не вставляли. Ну, вот это уже начало 20 века. Вот такие потолки в старых домах есть. Нет, вот это вот тоже дореволюционное. Что, потолок конструкции такие же уже были все-таки? Да, да. Нет, вот это вот очень похоже. В начале 20 века такое уже делали. Как раз в конце 19-го мы где-то делали. А, это типа строили в 50-х годах, понимаешь? А, тогда еще рано. О, майн гот, да, это что-то такое очень страшное. Посмотри, вон, женщину пытались изобретать. Так это кому не лень было выдалбливать тут? А, внуки мужчины отдыхали в дырке. Женщин не хватало, вот решили выдалбить. Ну, что там в этом есть, понимаете? И как-то у нее руки сложенные, непонятные какое-то... Она, наоборот, очень скромная девушка. А мне кажется, она, наоборот, раскрывается. Раскрывается? Ибраим, ну что хочешь. Там Энвер и Ибраим. А, Энвер и Ибраим, да, здесь были, короче. Что, заметьте, с этой стороны прямоугольный выступ, с той полукруглый. То есть там, типа, парадная сторона была? Нет, там потому что течение реки. И обтекаемость с той стороны. А, это что за великолеп? А, это для чего, да. Может, там какая-то комната посередине? Ну, не вядь, это комната. Ну, что-то технологичное для чего-то. Чтобы вода, может, не размывала. Она тут, не знаю. Ну, наверное, бывает такое, что река тут разливается. Я думаю, что это здесь, да? Я фигурую, что он на запор стоит. Здесь он коротко. Если это строили эти динамиты, они же строились какого-то... Как ровное раньше называлось? Ровное, этот? А, да. У меня же было записано в этом списке. Или я убрала этот? Что это? Азамат. Они называли это белый азаматский камень, по-моему. Возможно, это он и есть. Какой-то плотный известняк. Плотный известняк. Белый азаматский камень. Не, ну да, понятно, что квадратский азаматский камень это тоже известняк. Но это просто какой-то очень хористый. И стоит до сих пор. И все хорошо. Может быть, в начале 20 века покрытие было сперва деревянное, а потом они вот на железобетон поменяли. Мне нравится старый график. Да, но здесь как бы... Тут тоже видно, что река шла вот так рукава. Да, бывает, наверное, времена, когда разливаются. Разливаются, да. Да. Смотрите, какая окантовка. Так, этот мост сверху. Вот она, каменная окантовка. Она вся на прорезь с современным железом. Вот она тоже железяка вшитая. Так вот, где они вшивали, такая же трещина вон пошла по колонне. Да, этот был построен. Не десяток, да? Да. Семьдесяток, да? Семьдесяток, да? Семьдесяток, да? Семьдесяток, да? Асфальт сошел. Со старого моста. Угу. Ну вот, смотрите, тоже железяка торчит. То есть все-таки врубали в колонны железяки? Мне кажется, это вообще залито сверху, это не камень. Вот, смотрите, как трескается. Да, это вон, тут, это бетон. А это что за блок внизу? Тоже от моста? От моста что-то отвалилось, наверное. Ну да, и вон, я думаю, вот это все. Так вот, вот это все, наверное, от него. Да, прям прям как будто фигурная какая-то часть. Угу. Так что это уже, вот это уже литье. Ну, это как раз-таки литье похоже тоже на начало 20 века. Я думаю, что-то мне кажется, что деревянный он был поначалу. А потом уже отремонтировали. Именно про то, что он был каменный построен. Не помню, как он, 57-го, что такое. Какие-то такие даты у меня в голове. Не-не-не, делали каменные опоры, а сверху деревянные мастилы были. А, ну сверху, может быть, да. И вполне вероятно, что за 50 лет они пришли в негодность. В начале 20-го века вот это уже сделали. Да, на перевале наш самый старый мост уже есть там 19-го века. Он полностью каменный, там нету никакого дерева. Была технология? Ну, логия постройки каменных мостов была даже в Риме. Конечно, да, это все старинные, да. Ну, просто если просто камень, а тут прям железяки в нем, как литье. Короче, надо будет уточнить. Да, это прям очень спорный мост. Приехали, ребята, мы поселок Ровно. Тут старинные... Минаницкие... Минаницкие... Дома. Дома. Вот эти, вон, черепичка. Черепичка, да. Все жилые, я смотрю, все нормально. Но немцев ты знаешь, да, почему сейчас здесь не живет Игнать? Немцев? И всех в 41-м году... А, это немецкая деревня была? Ох, и он заброшенный, девки. Мы можем туда, наверное... Думаешь, он заброшенный? А, нет, не заброшенный. Да, не заброшенный. А мне кажется, он не... Полина сейчас рассказала, что когда немцы сюда приехали, не в первую очередь построили... Заводы кирпичные, черепичные. Да, поэтому все дома такие хорошие. Стоят эти дома. Это 800-е года тоже, да? Да, начало 19-го года. Реально раньше, да, так равномерно по всему Крыму расселялись немцы даже и знать. А сейчас сеною быка. Да, в принципе, живописная улица такая. А, какой почтовый ящик, смотрите. Да, реально. Просто сколоченный из говна и палок. А вот. Крымская правда. Офигеть. 28 августа, суббота. Это сегодняшняя газета, ребята. Круто. Кто же менялся ворсом газет? Ой. Прикол. Я не думала, что мне вообще кто-то чуть читать. Так, ну забор, вот, ребята, смотрите. Сарай выглядит очень заброшенным. Тоже черепица. Это, наверное, та самая, да? Это же, который немцы, наверное, делали еще, да? Я не думаю, что кто-то ее перекладывал. Это дом полузаброшенный, полуживой. Да, полуживой. Короче, пристроим. Вот, мне интересно, в ту часть, просили, где-то разброшенный. Выступ просили. Может, мы скажем, что мы, короче, краеведческая экспедиция? Для газеты Крымская правда. Из музея. Ой, тут красивая женщина. Там женщина сидит. Давайте у меня спросим. Здравствуйте. Очень круто. Да, наверное, слышу. Сладенько. Давайте обойдем. Сейчас скажет. Давайте обойдем. Здравствуйте. Опа-ся, что это такое? Она лежит здесь. Что это такое, девчонки? Это райские яблочки. Ну, пошли. Сливки, наверное. Это райские яблочки. Вот это заброшенное. Посмотрите, какой шикарный замок над окном. А что за камень? Очень похоже на... Камень простой ракушечника. Ага, а все равно, смотрите, замок сложили из него. Ну, очень странно, слушаю. Черепится? Ну, она без клеем. Без клеем. Мы в этом заводе сделаны. Вон там поле шаласки. Там что? Давай, давай. Порядок. Девчонки, тут даже красиво из этого, из аркушечника, кантик по дому сделан. Смотрите. Да. А что мы делаем? Ни фига, тут погреб какой. Не может ли это быть? Да. Что там, интересно? К сожалению, ничего. Ну, пройди по этим полагам, ничего не будет. Да, если там ничего не заинтересно... Мне кажется, все интересно в той комнате, наверное. Ладно, я не буду рисковать. Как бы что-то билось. Погреб шикарный. Погреб это еще один этаж. Слушайте, они нифига как его устроили. Они сперва вырывали огромный подземный этаж, а потом уже вверх складывали. Очень круто. Слушайте, алаги до сих пор крепкие. Обеденная пауза. А почему такая маленькая слива? Ой, какая она вкусная. Маленькая, мало, может, было воды. Вся на пол. Хорошо, что не в волосах. Там гусик. Сейчас нам с солью кто-нибудь по заднице как шабаньону. Ой, девки, смотрите. А, вот они знают, я здесь не знаю. Сейчас бабушка позову, все ли вам расскажет. Интересно. У него парадная часть. Вот здесь бабушка живет. Вон там мы живем. А там, конечно, никто не живет. А вот бабушка. Но бабушка не реагирует, да. Просто мы же не стали как бы на территорию заходить. Да, мы на территорию не стали ездить. В общем, надо дождаться дочку бабульки. Может быть, мы сюда еще и вернемся. А пока что время не терять. Потому что все-таки световой день у нас уже гораздо, гораздо меньше. Едем мы смотреть. Тут какое-то училище еще старое есть. Так, а что-то я с девчонок побежал. Какое, вы говорите, училище тут еще? Деддом. А, деддом. Нет, а в этом матерей еще было Менонитское училище. Менонитов. Так они готовили учителей для начальных классов. Нам другую бабульку, может, выпишут. Все село было. Крайведы приехали, встречаются. Нет, вы интересует, кто здесь был. Я говорю, вот у бабушек спросите. Ну, я ведь его тоже 60 лет уже жила. Что-то там было. А, ну вот. Ну-ка, это, я у Аркет дома. А без таня? Ну, я говорю, вы не зайдете, говорю. Вот так. Она глуха одна с ней не поговорит. Не, она мне что-то же рассказывала. Не, она рассказывала, что детдом тут был. Здравствуйте. Здравствуйте. Если что, вы сами заведите? Не, я с ней тяжело разговаривать, она вообще не слышит. Ну да, сейчас дочка подойдет, потом что-то расскажет. Да, тут деддом был. Ну, там тенечка, ты, я устала. Коптильня была. Петьмаш, я пошла. Спасибо. Спасибо. Коптильня была здесь. Это уже потом на квартире переделали. А, вот это дом коптильня был, да? Нет, вот это детдом. А, ваш дом коптильней был. Это в каком году? Это уже... Ну, это еще до войны. Еще до войны? До войны детдом был, и во время войны детдом. А до революции? А тут, не знаю, я 60 лет только здесь, в Крыму, живу. Поэтому... Ну, так, меня муж знал все, но мужа уже четвертого, нет. Мне кажется, просто под детдом переделали. Господский дом чей-то. Нет, ну, скорее всего, да. Тут уже потом под квартиру, все переделано под квартиру. А вы 60 лет тут и живете в своем доме? 60 лет тут. Здорово. И черепицу вы ни разу не меняли, да? Не меняли ни разу. Только вот там уже половину дома, когда... Оно бы не развалилось. Другие пришли люди жить, и они нарушили структуру строения, стали разбирать камни, все, но поехало. В прошлом году крыша вообще поехала, та сторона, там досками забито. Отпилили на ту сторону, подбили, так как сын просит, не еду. И говорю, буду доживать здесь, в своих развалинах. А сын в городе где-то, да? Я живу, ну, Клепинино живу. У Клепинино. Да. У него и дом свой. А старший живет в городе, за Красноярском городе, Железногорск. А, я знаю, я знаю, чьи места. И внучке только что вчера улетела. Ой, здорово. Помогают вам, у нас чистенько побелены все. Уже два года не белено. Да? Хорошо выглядит. Уже два года не белено. Я же как инсульт перенесла, когда сама могла, я сама все делала. А теперь уже все, каждый раз надо просить. А он говорит, мам, тебе мне легче построить новый дом, чем старый. Да. А у вас не оттасыт, мало ли каких-то вещей там. Хозяев, которые еще немцы были, ничего этого не было. Нет, нет, нет. Нет, девочки. Если было что-то. Потому что мы уже пришли в квартиру, тут люди уже жили. Если бы мы бы сразу перешли, тут здесь люди жили. 60 лет, конечно. Уже 60 лет я живу. Рядом еще была одна квартира пристроенная. Там сейчас развалены. А там все развалено. А там структуру как нарушили, родители уехали. Дети потом приезжали. И оно начало потихоньку. Рушится, рушится, рушится. И потихоньку к вам доходит, да? Да, потихоньку. Я говорю, еще этот год может доживу тоже. Да, давайте еще, чтобы лет 10. Лет 100. Спасибо. Мне и так в этом году 80 закругляют. Ну вот, соточку, да, соточки? Вы вон, какая молодец. Спасибо вам большое. Белохранителя вам дару. Дай бог, что вы всем приехали. Там еще где вот... В центре едем, там вроде еще строение есть. Там строение есть, старая школа есть, где под гимназией была, где клуб. Ну да, она так вот стоит. Бывят вот, девочки, горт улицы, аллея. Вот это вот все тоже столетнее, больше столетнее дерево. Мы просто нашли очередное здание. Оно заброшенное, открытое калиткой. И оно длинное. Оно очень оригинальное. Поэтому мы идем его смотреть. Кстати, вон тут много-много-много коров. Везде, по сути, коровки. Прикольно. Причем здесь даже они все такие дорожки забетонировали, кто жил. Слушайте, а это не коровник ли был? Что-то он такой длинный. Ну нет, для коровника он маленький, конечно. Вот это вот часть... Это, смотрите, несколько домов прям в ряд построенных. Пойдемте. Печка. Забито. Может, тут люди еще живут? Тут, смотрите, вон, бутылки. Да, тут живут еще. Здравствуйте. Здравствуйте. Что там, что там? Ой, как классно. Ага, вон какой стул шикарный. Ну, газовый счетчик, смотрю, есть. Газ есть, да? Газовый газ. А, это электрический счетчик. Электрический, электрический, да, да, да. Ну, электричество хотя бы есть. А газа нет, да? В хате все. В хате есть? Какой газ? Баллонный. Баллонный. Это во всем селе? Да. Во всем селе? Да. Да. А вы уже одна прям совсем, да? В этом доме? Да. Понятно. Ладненько. Спасибо. Он не на балансе стоит. Поэтому сюда не вселяет никого. А, ну он аварийный же еще. Хотя как я здесь уже на следок. А у вас здесь официальная прописка? То есть, ну, как бы, типа, он не признан аварийным, там, разное расселение, ничего такого? Он вообще не на балансе. А. То есть вы, может, сказать, что просто живете в нем и все? Да, вот так как я сразу переехала, вот так и. Ммм, понятно. Ладно. Спасибо. Все, спасибо тебе. Здоровья вам, всего доброго. Здоровья вам. Слышать женщины хорошо. Там и посуда, девчонки, какая-то прикольная. Да, много всего прикольного. И чемоданы. Как будто бросили, да? Угу. Убер-мански. Ну-ка, тут что? Тут кухня, наверное, была. А, вон, открыто там. А, ну, там открыто? Я сразу увидел, что с этой стороны открыто. Ну, пошли мы не туда. Хотите, можно везде. Вот представьте, кто-то с кирсиколючат сказал. Посмотрите, какой кирсиколючат. Да. Слушай, тогда он молодой. Угу. Сейчас-то, может, кто-то просто походить. Дадушке, ну, она такая. Она там, что-то у нее не... Куфонный, да? Угу. Я думаю, ее никто не тронет. Да, можно, могу. А, ну, ты, дадушке. А, ну, ты, дадушке. А, ну, ты, дадушке. Да, понятно. Какой буфет, девки, гляньте, девчонки. Офигеть. Ого. Вот эти люди, антиквары, берут это все. А, это вообще офигенно. Я хочу. Я хочу. Давай приведем свою зелуку. Ого. Вы посмотрите, он даже внизу еще со стеклом. У него еще где-то тумба из-под низа должна быть. Это же как сервант. Там она в следующем доме, в следующей комнате. Вообще, супер. Вот это все восстановить, ржавчину можно. Геннад, пусти. А. Кстати, вы сильно стараетесь по этим ходить? А, вот эти самые... А, бутылка какая оригинальная. Ага. База красивая. Ой, а тут все бутылки оригинальные. Девчонки, гляньте, какие шлепки. Кому нужны? Вот как раз моя это искала. Скоро. Белые шлепки. Это как бенишка. А, может, Джина туда выйдет? Открывай. Лютра никому не нужна? Вот это мне очень нравится. Мне тоже. Да, это, конечно, офигенная вещь. Но он еще лютер. О, она революционная. Ты думаешь? Не, 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 советская. А вот комодик вот этот вот, ну, сервантик. Что-то вот напоминает. Девчонки, кто помнит мыльницы из Советского Союза? Слушайте, а стол такой крепкий. Представьте, сколько ему лет. А вот стол старинный, прикольный. А кому ридикюль нужен? Смотрите, какой плетеный. Ну, что там нет, никаких документов. Я бы флот не хотела посмотреть. А ридикюль прикольный. Давай я поставлю сюда, типа. Так, не снимем чайку, уже 3 см. Да, да, не, почему? Только, блин, напомните мне руки. Типа, девчонки, да, тут эти мыльницы-то можно прям собрать. Да, тебе надо по таким домам перчатка ходить. Все, ладно. Стол, я хочу домой. А, треумок. Тш-ш-ш-ш-ш. Это очень много их, да? Ну, мы скажем, Женя. Экспирицы. И памперсы грязные. Ну, это вообще, конечно, ребята. Да, мы так не видим. Вот он, чемодан. Ты про него говорил? Вот, смотри. О, да. Девке еще один ридикюль. Там все. А нас, наверное, уже этот пошел. Слух. Слух. И вон, кстати, письма. И эти самые. Вот там надо палиться. И вот письма. И вот отколючи. Смотрите, какая штука прикольная. В общем, ребята, удачно мы зашли. Набрал шмот. Там еще шкатулка в шкатулке. Там еще шкатулка. Там еще кувшин Света взяла. Ну, и там анбукинг мы потом покажем. Потом покажем. Игната ждут новые дома. Праздна дня просто. Он сказал, что с такими глазами горящими. Еще этот осмотр был. Пойдемте быстрее, нас ждут новые дома. Но это не мародерство, если что. А сюда кто-то кабачки выкидывает. Да. Давайте быстрее отцу. Игнат не хочешь кабачковый с хвостом? У нас машина будет. Такая съемка у нас. Ну, если что, чемодан Свети. Куда? Нажимай. Короче, вот он, Светин чемодан. А, ну, давайте быстренько покажу, что мы тут урвали. Что мы урвали тут. Моя шкатулка. Шкатулки. Покажи, пожалуйста, еще, Полин, там открытки. Мои открытки старинные. И Светин старинный кувшин. На паутинке еще. Девочки, почему бы не взяли мыльницы? Хотя бы по мыльницам себе бурф. Неразмерно подошли. Мы самые лучшие забрали. Ребят, реально, знаете, это мы смотрим в окно. Люди пошли вообще. Тут ни души не было. Как только стоило нам найти сокровища нации, блин. И обозначить себя музейными работниками. Да. Бабки активировались, нельзя откуда. Спасибо. Ай, конец. Да, я девчонкам говорю, в следующий раз поездка должна быть на Патриоте. Туда грузить можно много. Ну, мы же музейные работники. Мы бы в музей все увезли. В свой. Более сидел. Да, мы увозим, мы увозим в музей. Да. Вот почта старая, да? Да, да, да. А половина-то тоже запрошлая. Вот, как будто вторую половину нельзя было тоже задействовать, да? А что-то вот тут модно как-то. Объяви своим подписчикам, что мы не мародерим ни в коем случае. Не, мы, ну это можно, это же ничью. А вы заметили, у всех домов одинаковая конструкция. Вот эта вот выдающаяся, ну не беседка, а веранда и поперечные как бы продолгованные. Да, и возможно с веранды сняли вот эти миноречки. Ну, может быть, где-то кто-то их делал, может быть, кто-то нет. Но вот у всех одинаковые. Просто в заброшенных домах, если он и продастся, это все соберется и вывезется на свалку. А мы это все отреставрируем и будет нас это радовать еще. Ребят, мы увидели старинный амбар с огромными воротами. И, по-моему, даже там амбарные замки висят. От воротин, от старинных тут еще остались и вон следы. Вот это именно амбар и был. Это строилось как амбар. А посмотрите, все равно кантики, блин, декоративные эти элементы люди встраивали. Амбар, да, простой амбар. Ну, вот они взяли и запарились. Воротинам-то тоже столько же лет, сколько этому амбару. Это школа была, это одно, и вот поперек этого, второе было, вот там построили дом. Это какие годы? Ну, последний год эта школа работала в 68-е. А вот эти воротины огромные, это уже после того, как школу ликвидировали, сделали, да? Да, это здесь было как раз окно большое. Да, там заделанное, вы видели, да. То дальше прорубили и сделали ворота и склад. И с той стороны это самое окно большое было, в учительскую как раз. И тоже прорубили, сделали ворота и склад сделали. Постройка старая, немецкая, наверное, какая-то. Немецкая, до войны была школа. А здесь рынок был, где вот. Где стройка вот эта идет, да? Да, это мечеть строит. Мечеть строят? Мечеть строят, да. Тут, наверное, и забор какой-то шикарный был школьный раньше, да? А, вон остатки. Да, остатки, вон я вижу. Красного кирпича, немецкая кладка, разрушить невозможно было. А как все-таки? Ломали, да? Да, вот возле почты там осталось это самое немножко следы. Забора, да? Да, забора красного кирпича. Так что почту, наверное, мы зря проехали тоже. Так мы вернемся. А где эта большая школа-то? Это она есть, да? Нет. Нет, это была большая школа. Вот когда мы учились, все. А потом строили вот двухэтажную школу, потому что места не стало хватать. Тут было три школы. Вот эта большая называлась в народе. А вот магазин, где хостовары, вот напротив, там это самое. Ну, там маленькая была, тоже немецкая, немецкая школа. И вот за домом культуры, там, ну, сто метров, вообще немецкая школа. Это вот, которую мы ищем, наверное. Немецкая школа была. Учились. Сейчас она не работает. Там я учился, и той учился. Во всех трех, а здесь заканчивала. Вот там, что так и называлась немецкая школа, потому что там училась моя мать. Там преподавание было на немецком языке. Ничего себе. Это когда немцы жили здесь до... 41-го года. До того, как... Да, да. Всех депортировали. Да, до депортации. И там, эта самая мать владела немецким языком. А вы? А я со словами... Шпрэхензе дойч. А на немка была или вы в русске? Нет, просто в школе немецкой учились. Просто была немецкая школа. Да, немецкая школа. И там немецкие дети учились на немецком языке. И русские там начинали все. А вот это самое. То сейчас она стоит все целое. Нам надо реставрацию сделать. Это самое. Там крыша неважная. Так можно она крепкая. Там бы... Ну, немцы строили, да? Так что, да. Все там... Угу. Матшие классы учились. И... Там хороший холл такой. Там... Мы... Спортивное проводили мероприятие. А на Новый год там всегда елку ставили. Угу. И было красиво. Да. Ясно. Ясно. Но печки были. Тепло было. Такие капельки в то время обложены. Печки, наверное, вот изразцовые какие-нибудь, да? Что? Ну, капелем, да. Изразцом. Изразцами, да, да. Да, да, да. Как или нет. Как? Или я сейчас не знаю, сохранилось или нет. Ладно, спасибо вам большое. Пойдем мы тогда, девчонки, второй корпус тоже посмотрим. Спасибо вам большое. Спасибо за информацию. До свидания. Даже не сохранилось. Здесь стоял. Он вот так стоял. Нет, он говорит, малолетняя вон там была. Малолетняя. Школа-то, ребята, отсюда. Посмотрите, какая длиннющая. Оказалось. Мы, в общем, машину немножко перегнали, чтобы она в тени была. Ой, какой... Слушайте, девчонки, а вообще, в принципе, красивый поселок, да? Красивый, да. Считайте, он уже заброшенный практически, а все равно он как тут круто. Ну, он... Хотя, вон, дорога даже свежая здесь. Он заброшенный. Да, Света говорит, центральная площадь. Так вот, еще смотрите, к той детской школе. К малолетке уходит дорога. К малолетке. Как раньше говорили? Ну, были же первые по третьей класса. Начальные, да. Малолетка, это не может быть. Смотрите, от старого фонаря столб. Это колонка, скорее всего, или фонарь. Я думаю, фонарь, наверное, был. Смотрите, какая... О, это даже пропускная система была. А памятник кому? Ленину, наверное. Ого, а что он такой маленький, да, непропорционально такой постамент? Так нет, вот просто оцените, как изменили с пути того, как живут и ходят люди. Ну, вот. Вот там центр был села. Ну, вот если памятник смотрит туда, а центр в ту сторону. Там, кстати, какие-то здания так до сих пор нет. А вот, кстати, школа вообще новая. Ну, как, не вообще новая, но вообще в хорошем состоянии. Походи в школу, да. Ну, да, судя по тому, что нарисована... Гляньте, какая табличка над дверями. О-о-о, большевик Агра. Офигенно. И колоски. Тут вон двухэтажки, это 60-е, наверное, года. Но нам надо вон туда. Ну, я там видела какие-то печи большие. У меня вот далеко, далеко. Вот там дом. Слушайте, а вот это вот что такое, смотрите, как колонна? Девчонки, вы... Какая-то очень скромная администрация. Да. По сравнению с этим. Ну, кстати, очень даже... Мои документы. Очень даже ухоженная. Девочки, я увидел какие-то колонны за этими заброшенными двухэтажками. Ну, кто-то, что-то пора цветочки заливает. А, ну, это же администрация. Сейчас выйдет кто-нибудь у нас в тросе, что мы тут делаем. А что, мы не имеем права снимать? Мы будем вот так говорить. Да-да-да. Ну, уже интересно. Свет сверху какая-то... А для чего эти контрфорксы? А для чего их вообще эти контрфорксы делают? Чтобы арки держать, чтобы стены держать. Ага. Ну, нагрузку сбрасывать. Ага. А что тут можно сбрасывать в таком маленьком здании? Вот где эти контрфорксы, ребята. Тут, короче, смотрите, тоже большие воротины. И... Нет, отбой. Нельзя зайти. Маленькая комнатка, и всё. Так, ну, может быть, с этой стороны. А здесь тоже эти контрфорксы. Ой, как хорошо тут в тени. Гляньте, ребята. Улитки залазят на эти. Потом наступает жара. И они все засохли тут. И сколько их. И вот так вот смотришь, вот они, вот они, вот они пошли. Видите, сухая прям. Вот сюда вот. Давно бы не ездили к нам. Вот сейчас сюда пройдёте, за вот это здание, и прямо уплёте с неё. А, то есть, мы немножко не дошли. Вот за это здание сейчас зайдёте, и прямо... А белое вот это, дом культуры, который? Нет, дом культуры вот то, а это контора. А, за контору. За контору и прямо уплёте, что там она, что-нибудь, пешхозная. Ясно. Спасибо. Пожалуйста. Потом ещё пойдём туда. Полин! Полина! Ребята, дошли мы. В общем, вот это вот, то, что с вентиляцией, это дом культуры. Слушайте, это, наверное, старый дом культуры, просто отремонтирован и очень хорошо. Ну как хорошо. Это то, которое мы... Не, я имею в виду, ну да, 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 такого, да, конечно, ничего хорошего, но... Вот какая тут крутая лиса с колобком. Офигеть! Прикольно! И колобок такой улыбается, главное. А то, которое мы ДК видели, сказали ДК, и я ещё говорю, там какой-то знак там, ВЛКСМ или что-то там. это все-таки контора была наверное агрохолдинг там какой-то на конечно так себе смотрится ну за по крайней мере она не заброшена это уже тоже радует пол ворота да это получается они к школе были до выезд куда-то да а школа какая крутая блин я бы жил в такой школе в таком доме а вот красный кирпич про который нам да осталось какие еще тут красивые это чет как не а это чё это что ли можжевел такой огромный очень старая 2-летние чем да такие огромные нам даже не верится что такие прикиньте какая школа посмотрите что там наверху а какие окна вот такие же наверно окна и там были что он говорит ворота пробили так оля ссоре сейчас я уйду иду полина слушайте девчонки так и двери даже смогу я не уверен что они конечно прям немецкие там герба еще не хватает сверху так он и был там же его сбили наверно а может вон с той стороны он остался классика жанра тоже смотрите все улитках вы как хорошо в теньке ребят сегодня опять говорю за 30 даже если вам немножко за 30 и здесь был герб здесь его тоже сбили шикарное здание шикарное здание что значит немцы строили интересно зачем вот это окно заложили причем его не заложили так порнографически вы делали так 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 о так она еще широкая такая она чё тащит чё охотница тащит а чё это за терем это может от школы тоже какие-то остатки может это школьный туалет был такой офигеть она маленькая в реально школьный туалет наверно она маленькая но она огромная до ребята вот она эта школа а вот они ворота большие а тут кстати школа он какая какое футбольное поле было хочу это как дамба какая-то сверху но там сзади чуть такое трибуны что ли закопаны закопаны как правильно сказать стадион такой в ландшафте это наверно переодевалки были да ребят это реально трибуны поросли уже так офигеть смотрите просто тупо нет теперь уже деревяшек они поросли смотрится как будто это бетонные трибуны были а смотрится как будто как насыпь вокруг это раздевалка наверно было справа девочки слева мальчики или наоборот оборот здесь наверно физрук сидел может кто-нибудь посмотрит кто учился в этой школе и расскажет нам прав я или нет сейчас такое бывает я сниму что-нибудь мне потом говорят да я же тут был или я тут жил или я тут учился ребята это здание полиции а вот старый туй про который нам мужчина на дороге рассказывал да он сказал что купили территорию забортик закрыт может там есть еще какой-то обход да он говорит а второй мужик сказал что сбоку должно быть вот она старая немецкая больница он еще главное говорит они стали закрывать эту калитку ну смотрите она открыта ну ладно есть еще нам сделают максимум 500 рублей штрафа за что смотрите то что за дерево такое огромное посредине вот это блин она шикарно с этим деревом так красиво а тут наверно прибыл в больнице же скоро скорую наверно въезжали но карет из но мне кажется вот это советская уже пристройка сама больница немецкая это вот это вот здание а сзади это уже она заложена а может и не было так свет качу там пожирает чудо тут ешь смотри это подвал уже там прикольно ты оля думаю что это все-таки усадьба старая была нет я думаю что это была больница просто заделаны и зачем заделывать вход на в парадном входе вот двухторон заделанные двери ну да логично вот это вот реально прямо отсюда и заходили заезжали может быть кареты скорой помощи там даже он трубы от печек ребят ну все и больницу мы тоже посмотрели она реально в офигенном состоянии вот что значит строили немцы и большой лайк вот такой огромный лайк хозяевам то что они не законопатили тут все этими железными говнозаборами просто такая скромная калитка и не висит миллион замков памятник великой отечественной войне а вот она главное наверно площадь здесь на все люди потому что тут магазин он рабочий за мохито идем на водопой не забудьте маски чё здесь candy у манга как прелесть ребята здесь смотрите какой огромный candy gold star мы соседи сейчас вспомнили что этой фирмы уже 20 лет не существует сейчас фирма элджи уже 20 лет ребят ну все мы посмотрели ровно и едем это получился офигительный ролик я уже чувствую мы много чего увидели много всяких заброшенных домов и целых домов в целом прям порадовало то что прям супер хорошо много домов уцелевших много заброшенных ну в принципе как и везде а вообще поселок живет все спасибо что посмотрели подписывайтесь на канал лайкайте видео с вами был игнат оля света и полина пока